Доброго дня, друзья мои! Доброго дня, уважаемые мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я приготовила самую вкусную перловку, какой бы я всегда ела. Эта перловка подойдет всем диабетикам. Нужно даже кушать, не только можно, нужно тем, кто на диете, тем, кто соблюдает сейчас пост. Друзья мои, перловку я брала два пакетика. Ту купила, называется «Увелка», и два пакетика я замочила на ночь. Значит, сегодня где-то 10 часов я ее сварила. Варилась она примерно у меня где-то минут 20-30. Значит, эта перловка с овощами готовится. Все овощи, что у вас есть. У меня все по половинке. Половина луковицы, половина черешкового сельдерея взяла я, половина болгарского перца, половина кабачка, половина морковки. Все это я пассирую на смеси сливочного масла с подсолнечным. Только пассирую, друзья мои. Не зажаривай до корочки. Прямо немного-немного слегка обжариваю. Добавляю адыгейскую соль, добавляю немного черного молотого перца. Кто любит поострее, добавьте острый перец. Значит, когда перловка сварится, стечет вода, разрезаю пакетики и соединяю вот с овощной смесью. Добавляю еще немного адыгейской соли, перчика. И в конце, самый последний штрих, друзья мои, это выдавленные два зубчика чеснока. Кто любит перловку, тот меня поймет. И тот оценит этот рецепт. Друзья мои, перловка не только вкусна, кто ее любит, конечно, но и очень полезна для здоровья человека. Очень и очень полезна. Подписывайтесь на мой канал, кому, конечно, нравятся мои рецепты. Скоро я буду выкладывать, ну, где-то примерно дня через три буду выкладывать лимонад из перловки. Это вообще ценнейший продукт. Это дал мне доктор этот рецепт. Вы его оцените, потому что я вам расскажу, от каких болезней помогает этот лимонад. По-другому называется ячменная вода, потому что перловка – это тот же ячмень. И помогает очень-очень от многих болезней. Самое главное – нормализует полностью желудочно-кишечный тракт. Всем пока-пока, друзья мои, уважаемые мои подписчики. Всех жду на своем канале, всем очень рада. Давайте будем лояльны друг к другу. Друг друга уважать будем, не будем писать гадости. Не нужно это нам. Жизнь не так коротка. Не нравится – пройдите. Кому нравится – я всем рада. Всем, кому чем-то могу – помогу. Да, я пока еще снимаю плохо и пока не умею снимать. Но, друзья мои, я буду стараться и, думаю, научусь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok